Шалом, Вася, привет вам с земли обетованной. Мы в Израиле уже пару дней, и при общении с местными возникли некоторые проблемы. Вот смотрите, как узнать, допустим, еврей человек или нет. И если кто не понял, сейчас я поясню. Понимаете, Израиль, Вася, это такая страна, такое место, где евреи не совсем настоящие. Нельзя ни с кем договориться. Я попробовал договориться с полицейским, Вася, договорился до недели тюрьмы. А медицина здесь какая? Я принес, Вася, бутылку коньяка врачу, так он мне за нее деньги отдал. Но самый, Вася, прикол был позже, Вася. Я видел в жизни практически все. Но больше всего меня убил, Вася, еврей сантехник. Настоящие же евреи, они не такие. Настоящий еврей никогда, Вася, не спросит, сколько это стоит. Он сразу спросит, а что так дорого? Еврей всегда, Вася, продаст человеку по нормальной цене все. А хорошего, по хорошему. Еврей сделает вам гораздо лучше, Вася, то, что другие сделают бесплатно. Он никогда не скажет плохого про конкурентов, потому что и так, Вася, все понятно. Также он не скажет плохого про то, что досталось ему бесплатно. Украине, Вася, когда приходит домой, он спрашивает у жены, что ты приготовила? Евреи, Вася, спрашивает, я могу это кушать. Понимаешь? Все евреи делятся на два типа, Вася. Бедные и те, что вообще никогда не делятся, кажется. Но вернемся, Вася, к Израилю. Есть о евреях, короче, стереотипы. Например, что они хитрые, Вася. Вот в Киеве воду взять есть откуда, но воды нет. В Израиле воду взять не откуда, но вода есть. Разгадали ли я? Нет, и я не смог. Вот такие они хитрые, прикиньте. Идем дальше, Вася. Мертвое море, Вася. Мертвое. Так они и на нем бабки делают, прикиньте. Существует легенда о местном евреи, который разбогател, торгуя песком в пустыне. А также еще существует еще одна легенда, что предыдущая легенда вообще не легенда. Вот так. Вроде бы местные консультует с арабами, но при этом пользуются арабскими цифрами. Неплохо на этом зарабатывают. Вот какие хитрые. Кстати, евреи придумали две ключевые вещи, Вася. Тени и то, что их мало, прикиньте. Евреи, Вася, умеют устраиваться. У нас лучший в мире чернозек, но все растет плохо. У них худшая в мире пустыня, но урожай, Вася, в три раза больше. Видишь, как устроено? Нормальной земли, Вася, нет. А все растет. Почему? Потому что у деревьев здесь тоже, Вася, еврейские корни. Парадоксус. Нефти нет, Вася, газа нет. Короче, у страны ни ПА нет, а у людей все есть. Я понял, почему так. У них, Вася, олигархов. Но главное, что я хотел сказать, не важно, какой человек национальный. Главное, чтобы он был человеком, Вася. Живите четко по возможности счастлива и не косящегося. С вами был Жека. Пока.